Лиды по эффектам на проекте World of Warplanes в компании Wargaming. И сегодня я расскажу, как с помощью нестандартного использования эффектов, а также анимаций, мы обходим разные технические ограничения и остаемся, как правило, в выигрыше по производительности. Свою первую работу в геймдеве я получил больше 10 лет назад и устроился я джуниор 3D моделлером в одной из киевских фирм того времени. Эта фирма командой из 75 человек разрабатывала сразу одновременно два open-world шутера. Вот. Устроившись туда, я ожидал, что мне дадут смоделить для начала какие-то тумбочки, гидранты, краны или еще что-то. И неожиданно мне дали уже готовую модель приблизительно такого моста в джунглях, затекстуренную, ветхий трухлявый мост. И попросили ее порезать на части, сделать анимации разрушения и еще каких-то партиклов добавить, дыма, досок и всего остального, чтобы скрыть, собственно, анимацию разрушения и все остальное. Я, конечно, немножечко растерялся, но в свой первый день на работе говорить я не могу или я не умею, очень сильно мне не хотелось. Поэтому я покивал своему леду головой, взялся за это дело анимацию и, собственно, порезку я, конечно же, сделал крайне быстро, а вот с партиклами дело обстояло посложнее. Но мне повезло, рядом со мной сидел человек, который в этом разбирался, он мне быстренько все показал. И свои первые эффекты я сделал не в редакторе эффектов, а просто копируя части XML из уже готовых эффектов, скомбинировав. И через 4-5 дней я отдал своему леду уже готовую настроенную модель с разрушениями, с эффектами, со всем остальным. Вот. Единственное, что моя работа в тот момент в игру не попала, по той причине, что под этим разрушаемым мостом была запеченная тень, которая никуда не девалась в момент исчезновения, собственно, самого моста и разрушения. Конечно, меня это немножечко расстроило, но буквально через пару месяцев я уже решил эту проблему. Я просто смоделил тень и поставил в том месте. Вот. Выглядело все достаточно неплохо, но оказалась другая проблема. Этот мост использовался во многих местах на карте. И, конечно же, моя тень не совпадала с местами, где были расположены все мосты. Но через пару месяцев и достаточно много рабочих обедов я смоделил уже тень для всех мест на этой карте. И такие в нашей игре появились разрушения данных мостов. Рассказал я эту историю к тому, что я считаю, что какие бы технические ограничения перед вами ни стояли, всегда можно найти какой-нибудь способ, какую-нибудь хитрую лазейку для того, чтобы их преодолеть. Вот. А теперь, собственно, о проекте World of Warplanes. Более года назад, когда мы в нашей игре делали первую динамическую акцию, японское вторжение оно называлось, Одной из самых интересных идей, подходящих для формата акции, была идея с ангаром, в котором есть переключение между мирным и военным состоянием. Если кто не знает, в нашей игре, а также World of Tanks и World of Warships, ангар — это, по сути, лобби игры, место, в котором игрок покупает себе технику, рассматривает свои достижения, общается с друзьями. Вот. Идея же наша заключалась в том, что пока акция неактивна, игрок находится в мирной версии ангара, а как только там, допустим, в 6 часов вечера включается акция, мы даем игроку об этом понять, переключая ангар в военное состояние. Вот. Как-то так оно выглядело. И согласно нашему дизайну, в военном состоянии, вокруг взлетной полосы, на которой находится самолет игрока, начинает происходить настоящее сражение. Разнообразные самолеты обстреливают полосу, сбрасывают бомбы, уничтожают разные объекты. И это все как бы должно было подталкивать игрока, нажать кнопку «В бой» и, собственно, присоединиться к игре, начать играть. Вот. Выглядело это все как-то так. Собственно, эту идею мы чуть не отбросили, поскольку по ряду технических причин, и учитывая то, что у достаточно большой части нашей аудитории, которая играет на слабых компьютерах, нет возможности, ну и из-за этого у нас не было возможности использовать на разрушаемых объектах динамические тени или создавать дополнительные источники освещения от появившегося пламени и всего остального. Но, к счастью, мы нашли способы все проблемы и ограничения преодолеть. Конкретно с тенями мы просто создали модели теней, которые добавили непосредственно во все анимации разрушения. И в большинстве случаев это было не сильно сложно, поскольку подложка земли, на которой находились эти объекты, в основном были плоской. То есть вы видите, тут у нас разнообразные грузовики разрушаются, машины, есть тени даже от разлетающихся их частей. Отсутствие создавать дополнительные источники освещения нас тоже не сильно пугало, поскольку все-таки время происходило тоже днем, и появляющиеся костры не должны были отбрасывать достаточно длинные блики, но все-таки подсветить поверхность рядом с пожаром нам крайне хотелось. В результате мы просто добавили горизонтальный партикл с вот такой кругообразной текстурой. Еще раз попробую запустить. Помигивающий, чтобы визуально поддержать дрожание пламени в пожаре. Также мы посветили дым, добавив в материал огня дополнительную текстуру с градиентной заливкой и окрасили ее, собственно, в оранжевый цвет. Таким образом, практически повторив эффект подсветки дыма настоящими источниками освещения, которые мы можем видеть в играх других разработчиков, соответственно, на высоком качестве графики. Можно было, конечно, как делали раньше, покрасить начальную часть дыма в какой-то грязно-оранжевый цвет, но мне кажется, что наш вариант с материалом и дополнительной текстурой выглядит качественно лучше. Также, поскольку в наших ангарах нет никакой игровой логики, как стрельба, коллижен, здоровье объектов и все остальное, все события и действия мы скриптуем с помощью системы визуального скриптования, которая очень похожа на блюпринт в Unreal Engine 4. Но этой системой нам также лучше не злоупотреблять, чтобы слабые процессоры некоторых наших игроков справлялись. Поэтому большинство наших скриптов являлись крайне простыми и просто определяли, в какую сторону смотрит игрок, и проигрывали в этом направлении какие-то уже готовые, находящиеся в том месте события. Это мы сделали для того, чтобы у игрока за спиной ничего неожиданно не взорвалось, и чтобы он увидел как можно больше разнообразных событий. Вот. А, к примеру, одним из таких событий был обстрел взлетной полосы пролетающим вражеским самолетом, как вы видите. В этом случае сами пули, столбы земли при попадании в песок декали в местах попаданий и даже тень на земле от пролетающего самолета мы сделали просто в этом эффекте. И наш скрипт просто запускал всего лишь один эффект. Вот как это выглядело. Все здесь сделано в одной партикл-системе, как вы видите. И все задержки между попаданиями, выстрелами и всем остальном тоже назначены именно в этом эффекте. Такие же эффекты мы использовали при обстрелах, стоящих на залетной площадке самолетов, грузовиков и других объектов. При сбрасывании бомб это тоже были все просто эффекты. И наконец, кроме заскриптованных событий, включающихся в зависимости от угла камеры игрока, на мангаре у нас было много разнообразных фоновых сценок сражений, которые мы тоже сделали только эффектами. Если видно на этом слайде, то там корабль отстреливается от пролетающих самолетов, какие-то самолеты летят, взрывы ПВО, трассеры и все остальное. Пролетающие мимо самолеты. Это, опять же, один крупный большой эффект со спрайтовым кораблем, взрывами, какими-то рандомно падающими, сбитыми самолетами. И поскольку это находилось на достаточно большой дистанции от камеры игрока, все в игре выглядело достаточно неплохо. Почти так же дела обстояли с пролетающими самолетами, которые вы видите сверху. Все это тоже были 3D-модели, которые были добавлены в нашу систему эффектов, к которым были прикреплены другие эффекты. Эффекты стрельбы, эффекты дыма и все остальное. И таких вариаций мы сделали достаточно много. В каких-то было 2 самолета, в каких-то 3. Где-то самолеты заходили на вираж и так далее. У нас даже есть такой вот эффект крупного авианалета бомбардировщиков, который мы использовали в другом ангаре. И все эти эффекты перезапускаются через определенные промежутки времени сами. То есть, опять же, скрипт к ним даже не обращается никаким образом. Подобное фоновое сражение мы уже используем несколько лет в нашей игре. Вот, к примеру, фоновое сражение с кораблями, с другими самолетами, перестрелками. У нас есть фоновые баталии наземные, морские. И все это должно было создать ощущение для игрока, что он находится в игре не в какой-то локальной маленькой битве, а является частью большого фронта, который простирается за пределы игровой карты. Вот, такие тоже наземные у нас есть сражения. И стоит также упомянуть, что подобные вещи в индустрии делают многие фирмы, к примеру, в таких играх, как Call of Duty, Battlefield или Overwatch, тоже вне пределов игровой зоны. Разработчики ставят какие-то сражения, пожары, погони и так далее. И, как правило, это тоже все сделано эффектами. И, наверное, самым моим необычным опытом по применению данной хитрости было создание такой себе фоновой рождественской деревушки для ангара, который мы делали на Новый год. Моделеров не хватило немножко времени смоделить дома, поэтому мы просто нашли дома, которые нам понравились, немножечко их подсветили. А также эта деревушка реконфигурировалась каждый раз, когда игрок заходил в ангар. То есть в разных местах появлялись совсем другие дома. Идею с имитацией освещения в ангаре для акции «Японская угроза» мы в будущем развили, ну, в настоящем развили гораздо серьезнее и добавили на большинство карт и ангаров. К примеру, в ангаре «Фабрика», который у нас вышел с патчем 2.0, мы расставили анимированных сварщиков и синхронизировали их анимацию с проигрыванием эффекта искора, сварки, а также крупного засвета на ближайшем окружении. И, опять же, в данном случае у нас не было специально мигающих источников освещения. Мы просто сделали низкополигональную копию объекта, который хотели подсвечивать. И залили его градиентной текстурой, добавили этот объект в нашу систему эффектов и создавали и уничтожали его с небольшой периодичностью, таким образом имитируя эффект от сварки. На данный момент этот трюк мы используем все чаще и чаще, к примеру, для подсветки дирижабля маяком или при игре засветов от пламени на крепостной стене. Приятным бонусом при создании данных эффектов явился вопрос от нашего технического директора. Как вы это сделали? Я смотрел эти ангары, в них нет никаких источников освещения. И еще предложение от нашего арт-директора использовать подобные эффекты для подсветки корпуса самолета при стрельбе. И всем этим, я надеюсь, смог вас убедить, что большинство технических ограничений, предстоящих в вашем игровом движке или же ограничений, связанных с слабыми компьютерами ваших пользователей, можно как-то обойти или придумать какую-то альтернативу, пределам. Зачастую является только ваша фантазия. Все. Спасибо за внимание. Вопросы? Большое спасибо за доклад. За вопросы будут призы. По-моему, пять, да? Сколько? Да. Привет, спасибо за доклад. Можешь, пожалуйста, рассказать про огонь именно, как вы делали? То есть это полностью партиклы или там какие? Да, или это запеченная анимация огонька именно? Сам, собственно, огонек, конечно же, это пререндеренная анимационная раскадровка. А снизу и перед ней мы поставили разнообразные плашки, которые просто с определенной периодичностью мигали. И это тоже было в партикловом эффекте данного огня. То есть все в одном эффекте. Плюс для разных мест мы сделали разные эффекты, которые туда подходили. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Скажи, а вот для эффектов на фон сражения, вот использовали ли вы там лоды партиклов и мипмапы в текстурах, собственно? Спасибо за вопрос. Нет, лоды мы не использовали по той причине, что этот эффект видно с разных частей карты и, собственно, он не меняется. Ты никогда не можешь к нему достаточно близко подлететь, чтобы понять, что корабль на самом деле не модель, а спрайт, или там вспышки выстрелов, или взрывы слишком большие, несоразмерно большие, возможно. Поэтому нет, не использовали. И также мы не делали мипмап для текстур, по той причине, что текстуры были крайне маленьких размеров, там 128 на 128, или даже 256 на 256. Следующая. Здравствуйте. Интересный очень доклад был. Скажите, пожалуйста, почему вы не использовали просто в модели, где были сварщики, да, вы использовали партикловую систему, чтобы создавать и уничтожать именно низкополигональную модель? Так вот вопрос, почему вы не использовали один материал, просто с динамической какой-то параметром, чтобы регулировать количество засвета тем же градиентом? Я понял за вопрос. И материал надо было добавить в анимацию сварщика, или как, по идее? Ну, вообще можно материалом, по идее, можно управлять, создавая динамическую его копию, да, и управляя каким-то одним параметром, вы можете больше и меньше делать мощность засвета. К сожалению, через нашу визуальную систему скриптования у нас нет доступа к настройкам материалов, включая управление им интенсивностью. Все, спасибо. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. А в динамике, когда шла динамика разрушения, объекты были плашками, или в поле модельки были, разлетались? Если объекты находятся достаточно далеко от игрока, то да, то есть мы можем сделать какую-нибудь просто анимированную раскадровку. А объекты, которые находились поближе, они были достаточно изначально высокополигональными, но мы взяли какой-то из уровней лода модели и его уже разрушали на части. Плюс оно все обгоревшее, там не видно. Спасибо за доклад. Вопрос такой, используете ли гудини, как часто и для чего? Спасибо. В гудини на данный момент мы используем в основном для создания анимационных раскадровок. Также собираемся использовать для создания ряда анимаций и разрушений, но пока нам достаточно май или макса с какими-то плагинами. Спасибо. Есть еще время на вопросы? Есть желающие? Смелее. Хорошо, тогда такой вопрос. Как вы считаете, какие эффекты были наиболее сложные для реализации? И второе, по какой причине? То есть вызывало сложности воссоздания реалистичности физики, реального мира, или какие были такие? Ну, самыми сложными, наверное, была создать синхронизацию пролета разных самолетов, которые пролетали прямо рядом с нами. И сложность была в основном в том, чтобы выставить правильные задержки и все остальное, чтобы их все синхронизировать, чтобы они там визуально два эффекта не начали играть одновременно, не врезались и так далее. Пришлось немножечко даже на бумажечке посидеть себе, повыписывать. А в плане физики, поскольку мы все анимировали в Maya или в Max, то мы просто использовали уже системы физические, которые присутствуют в этих 3D-редакторах. Продолжение следует... Продолжение следует...